Сегодняшние гости такого замечательного события в преддверии нашего любимого праздника Нового года. Ну и действительно, мы всегда ждем и верим в то, что следующий год будет непременно лучше предыдущего. Всегда надеемся на то, что все наши заветные желания сбудутся и подводим итоги. И вот сегодня нам, конечно, совершенно не стыдно, а с большой гордостью мы подводим эти итоги, итоги трудового года. Сфера ЖКХ, она очень чувствительная, потому что все те проблемы, которые происходят, они оказываются вот на поверхности, сразу на виду. И мгновенно, также оперативно следует и ваш отклик, ваша реакция, и ваша работа, ваше дело, с которым вы мастерски справляетесь. И нынешнее благоустройство показало, что не все измеряется проектами и сметами. Очень многое измеряется деловым подходом, умением договариваться, умением сопереживать, умением быть ответственным за такое важное дело, как благоустройство, жилищно-коммунальная сфера. И сегодня хотелось бы поблагодарить вас за этот нелегкий труд, за ту работу, которая, ну, очень сложная, очень. Вы, вот сегодня многие уже были на этой сцене, и было видно, что это назаровцы, которые привыкли трудиться, привыкли трудиться добросовестно, с такой отдачей. И совершенно скромные, скромные люди, назаровцы, которые вот выходили на эту сцену. Решая задачи жилищно-коммунальной сферы, мы нашим горожанам создаем и тепло, и уют, и тот комфорт, ну, от которого зависит некое эмоциональное состояние. Потому что педагог, идущий на работу, он идет по тем дорогам, тротуарам или едет, которые для них приготовили вы. И очень важно, чтобы доктор пришел на работу, конечно же, не думая о том, как ему пробраться, добраться до своего рабочего места. Находясь дома, также творческие люди могли бы спокойно готовиться к своим концертам, не думая о том, что у них будет сегодня течь труба, или еще будет там хлопать какая-то дверь, или немыта лестничная клетка. Вот за это мы сегодня и благодарим вас. Затем...